Привет! В эфире Телегид и я, Анна Троян, встречаю зиму вместе с вами. Снежная пора – повод показать лучшие картины, чтобы, конечно, вас согревать. Когда включать ЛРТ? Сейчас расскажу. Первый день зимы подарит нам премьеру исторической драмы. Атмосферный сериал перенесет нас в российскую глубинку середины 19 века. В деревушке на берегу Волги повстречались старые друзья – зажиточные купцы. У одного из них как раз оказывается симпатичная дочка на выданье. Масленников договаривается о сватовстве, но его сын отказывается брать жены первую встречную. Ситуация меняется, когда сам купец, попав под влияние удивительной красоты, решает взять в жены дочь друга. Как закрутится эта история, смотрим со вторника в 8.30 утра и в 16.30. Разве ж можно от судьбы своей бежать, Марьюшка? Евграф – моя судьба. Евграф дал согласие на ваш брак с Макаром Тихоновичем. Всем любителям острых ощущений посвящается. В четверг и пятницу настраиваемся пощекотать свои нервишки. Начнем с загадочной картины «11.11.11». Несчастный случай забрал у известного писателя жену и ребенка. И судьба продолжает преследовать Джозефа. Все события оказываются мистическим образом, связанные с числом 11. Наш герой становится одержим этим числом. Проведя расследование, он выясняет, что 11.11.11, а это 11 ноября 2011, произойдет некоторое событие, информация о котором зашифрована в книгах разных религий мира. Разгадает ли Джозеф эту загадку, узнаем в четверг в 22. Ноль-ноль. 11.11.11. Хранители Духа. Активация. Посланники. Транзитные зоны. Следующие врата. Активировать 11.11. Значит открыть врата 11.11. Ну и завершит рабочие будни и подборку душесчипательных картин. Логова зверя. Семья переезжает в новый дом, прошлые владельцы которого погибли при странных обстоятельствах. Единственная выжившая хозяйка дома, Джанет, отказывается раскрывать тайну трагической гибели. Таинственный дом не дает покоя местным подросткам. Герои решают выйти с призраками на прямой контакт. Но становится очевидно. Не все тайны стоит разгадывать, ибо за ними кроется нечто совершенно ужасающее. А что именно увидим в пятницу в 10 вечера. Мэтью, мне нужно поговорить с тобой. Что ты хотела нам сказать? Она идет. Она идет сюда. Она? Кто она? Она идет. Та, кого я видела? Она идет сюда. Она убила всех вас? Она здесь. Здесь. В течение недели в городском округе Люберцы было много событий. Не пропустите все самое важное. В нашей программе «Итоги недели». В часовом информационном выпуске вас ждут интереснейшие репортажи минувших 7 дней. Смотрите в субботу и воскресенье в 10.00 и 19.30. Бегать никогда не поздно. Занимайтесь спортом, выходите на пробежку и будет вам счастье. Учительница начальных классов Ирина Ермакова со спортом на «ты» с самого детства. В прошлом абсолютная чемпионка СССР по парашютному спорту. В настоящем любитель здорового и активного образа жизни. Говорит, что такое упражнение улучшает кровообращение головного мозга. В выходные время расслабляться, набираться силы и переключаться с рабочих будней. И напитки покрепче. В этом далеко не самые лучшие помощники. Не в бровь, а в глаз нам это покажет цикл документалок «Градусы риска». Мы предлагаем посмотреть на содержимое праздничного бокала с научной точки зрения. Ведущие эксперты расскажут, чем так притягателен алкоголь для большей половины планеты. И чем опасен, как влияет этанол на организм человека и каковы последствия его употребления. Включайте ЛРТ в выходные и просвещайтесь в 17.45. Молекулы этанола резко увеличивают чувствительность рецепторов гамма-аминомасляной кислоты. Сначала это приносит приятное чувство отрешенности и беззаботности. И вот это вот «я пью для того, чтобы успокоиться и снять стресс», «я пью, потому что у меня на работе злой начальник, а дома злая жена» – это, в общем, очень частая ситуация, и люди ищут эффектов именно этой средней дозы. Ну, а выйдя на среднюю дозу, зачастую не могут остановиться и уходят уже на большую дозу. Насколько сильной может быть любовь и какие трудности готовы пережить люди ради дорогого человека? Ответы на эти вопросы нам предстоит узнать в воскресенье. Археолог-подводник Джей исследует затонувшее судно 18 века. Пытаясь спасти супругу, он получает опасное ранение и впадает в кому. Борясь со смертью, герой переступает грань реальности и переносится в Индию 1778 года. Там он начинает жить жизнью британского офицера, поглощенного страстью к прекрасной воительнице Туладже. Чем все это обернется, увидим 6 декабря в 22.00. Вы простите мне мою откровенность. Вы глубоко запали мне в сердце своей мудростью, своей храбростью, добротой. Джеймс, я закрыла свое сердце. Я Анна Троян, желаю вам наслаждаться снежной красотой и вдохновляться на лучшие события. Пока-пока!